Девушки отдыхают Глава Харьковской областной администрации Алексей Колесник. За ним мэр Мелитополя и заместитель главы Мелитопольской милиции. 28 февраля покончил с собой Михаил Чечетов, заместитель председателя партии регионов. И последними в этом списке были депутат Станислав Мельник и бывший губернатор Запорожской области Александр Пиклушенко. Каждую из этих смертей следователи уже назвали самоубийством. Но практически во всех случаях эту версию можно поставить под сомнение. Например, Михаил Чечетов. Он выбросился из окна своей двухэтажной квартиры, оставив предсмертную записку. Нет никаких моральных сил дальше жить. Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Спасибо всем за поддержку. Эти слова как-то совсем не вяжутся с образом политика, который складывался многие годы. Те, кто близко знал покойного, говорят, этот человек находил выход из любых ситуаций. Его политическая карьера успешно пережила две смены власти. Уголовные преследования. Он виртуозно подстраивался под любое высокое начальство. Но, к сожалению, слишком много знал и вполне возможно мог иметь компромат почти на каждого из нынешней правящей верхушки. Смерть бывшего губернатора Запорожской области Александра Пиклушенко вызывает еще больше вопросов. Его нашли в собственном доме с огнестрельным ранением в шею. Но никто из соседей, также домработница и садовник, которые были в доме, не слышали выстрелов. А вот это цитата одного из украинских изданий со ссылкой на источник из кругов близких к чиновнику. За некоторое время до смерти Александр Пиклушенко позвонил близкому человеку и попросил его приехать. Знакомый Александра Николаевича, приехав в дом Пиклушенко, обнаружил экс-губернатора мертвым. Друзья погибшего считают, что он пытался позвать на помощь, но не успел. Пиклушенко совсем немного не дожил до предъявления официальных обвинений за разгон Майдана в Запорожье. И, наконец, Сергей Вальтер, еще один чиновник, смерть которого удивила всех его знакомых. Он повесился накануне очередного судебного слушания по своему делу. Бывшего мэра Мелитополя обвиняли в создании организованной преступной группировки в администрации города. Удивительно, но против этой группировки, если она и была, никто из жителей ничего не имел. А Сергей Вальтер оставался самым популярным и любимым мэром за всю историю города. Даже находясь на скамье подсудимых. И в верхах чиновник был известен непокладистым характером, который не мог бы выразить свою точку зрения. Именно этим, кстати, он и занимался около двух лет подряд, пока шли слушания по его делу. И сдаваться, судя по комментариям знакомых, не собирался. Всех чиновников объединяет одно – партия регионов. Каждый из них был последователем Януковича и, видимо, не собирался менять свои взгляды. К слову, самоустраняется неугодной политике на Украине не в первый раз. После оранжевой революции мертвыми также нашли экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко и экс-министра транспорта Георгия Кирпу. Тогда официальной версией тоже был суицид.